всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка это уже связано с фотоаппаратом nikon z30 более конкретно с его объективом это dx 1650 а конкретнее понадобился фильтр ультрафиолетовый который защитил бы во-первых объектив само стекло от внешних воздействий ну и во-вторых как вариант придал более контрастным фотографии и видео пришло это все вот в такой упаковке фильтр киев концепт стандартный уже фильтр один вариант фильтра только н.д. перемены у меня уже был на канале данной фирмы и демонстрировал всем желающим могут посмотреть и понаблюдать но и в данном варианте был приобретен стандартный фильтр который стоит достаточно дешево и экономить на данных фильтрах не имеет смысла поэтому лучше приобретать конкретно каждому объективу так что из себя представляет упаковка видите перед своими глазами пришло это достаточно быстро заняло где-то две максимум три недели пришло при помощи другого доставщика не почте россии что отражено на упаковке она какая была такая и осталась возвращая часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом летишопс установи расширение для браузера чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик летишопс но и давайте смотреть что из себя представляет данный фильтр поставляется в такой вот упаковке требуется фильтр 46 миллиметров для данного объектива он тонкий ввиду того что на коротком конце у нас 16 миллиметров это достаточно широкий угол чтобы не было виньетирование по углам так называем slim серия достаточно тонкий и здесь основной функционал представлен здесь еще и мультипокрытие так что из себя представляет упаковка такого плана с характеристикой может посмотреть и давайте скрывать внутри находится стандартная упаковка внутри находится фильтр еще и пакетики похоже просто вкладывать стандартную упаковку данной и фильтра то что размеры разные можно приобрести но в данном случае у нас идет 46 миллиметров что мы можем увидеть есть покрытие и давайте сейчас примерим так сидит этот фильтр объективе и нет ли виньетирование не видит ли объектив данный фильтр можно даже сделать два варианта первый вариант мы сейчас накрутим на место бленда вернее на блэнду так все достаточно хорошо сидит и давайте посмотрим откроем объектив на длинном конце но и как видим у нас отсутствует по углам виньетирование специально белая упаковку в углы поставим и мы не видим данных элементов но и давайте на длинном конце тем более давайте посмотрим вариант когда фильтр будет установлен непосредственно на сам объектив на этом выкрутим бленду в таком виде у вас будет находиться фильтр объективе если будет отсутствовать бленда мы давайте тоже посмотрим если или нет виньетирование на коротком конце ну как видим специально по белому провожу никакого виньетирования у нас нету так специально фото переключил и также возможен вариант накрутки бленда на фильтр тому как нравится либо фильтр установить вовнутрь бленда либо бленда установить на фильтр вот таким образом как видим и давайте тоже этот вариант посмотрим если виньетирование на коротком конце ну и как видим ничего подобного у нас нету то есть можно применить как так так и в другом случае и также давайте длинный конец посмотрим и здесь та же сам ситуация но и тем более не будет виньетирования так и вот таким образом можно устанавливать фильтр на объектив либо вовнутрь бленда и давайте сейчас посмотрим варианты съемки без фильтра и с фильтром как фото так и видео представленных фото и видео без фильтра находится слева с фильтром находится справа и каждому решает нужен вам данный фильтр или нет итак я вам продемонстрировал фильтр у и в киев концепт для того чтобы защищать объектив от внешних воздействий но и также препятствовать ультрафиолетовому проникновению лучей внутри объектива каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию о фильтре и киев концепт о предоставил вашему вниманию выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания спасибо за просмотр!